Подачу горячей воды в Бишкеке приостановили с 6 мая на один месяц. Это традиционное плановое отключение для профилактических работ перед отопительным сезоном. Обычно проводят проверку тепловых сетей, чтобы выявить проблемные участки и в последующем устранить их. На этот раз это время совпало с месяцем Рамазан, как и в прошлом году. В связи с чем выбирается именно такой период и не будет ли изменений в подаче горячей воды, узнаем сегодня в программе «Акцент город». Меня зовут Чопол Медедбекова. Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника коммунального предприятия «Бишкек Теплоэнерго» Виктория Мозгачева. Добрый вечер, Виктория. Добро пожаловать в нашу студию. И перед началом нашей беседы, уважаемые телезрители, я напомню вам наш номер телефона 0312 59 20 55. Наш номер вы видите у себя на экранах. Если у вас появятся вопросы, вы также можете задать их, позвонив нам в студию. Еще раз приветствую вас, рады вас видеть в нашей студии. Горячую воду горожанам обещают подать уже с 6 июня. Я так понимаю, что это будет производиться поэтапно, верно? Дело в том, что наши котельные локальные находятся, то есть они вблизи жилых домов и распространены близко. Тепловые сети не такая протяженность, как у Бишкекского предприятия тепловых сетей. Соответственно, наши работники это сделают более быстро и, думаю, 6 числа уже у всех наших потребителей будет горячая вода. А с каких районов начнется? Так как наши котельные находятся больше в юго-западной зоне города, то есть наши абоненты, это порядка 35% от населения столицы, то мы всех будем запускать параллельно. То есть не будет, что один район, микрорайон в первую очередь, в другой, в последующую. Все будут запускаться параллельно, потому что у нас такая специфика производства, немножечко отличающаяся от тепловых сетей. А вообще что такое подготовка к подключению горячей воды? Ежегодно в целях профилактики все-таки идет приостановка оборудования, работающего даже на подачу горячей воды, в плане подготовки тепловых сетей, проверки, инвентаризации тепловых сетей, подготовки, тут более важна даже, наверное, подготовка живых домов к предстоящему отопительному сезону. Так как наши котельные, наши котельные, они могут работать в летний период, и параллельно мы можем проводить какие-то профилактические работы, все-таки переходить на другие котлы, которые будут работать на подачу горячей воды. В жилых же домах очень часто жильцы сами просят проводить ремонты, проводить замену труб, батарей, именно технической части, промывку приборов отопления. В основном это выполняется именно для вот этих целей. А вообще для чего производится отключение горячей воды? Для того, чтобы из системы отсутствовало давление горячей воды, отсутствовало давление воды, в этот месяц спускается вода, и, соответственно, абоненты, они могут провести ремонтные работы у себя в домах, они могут заменить приборы отопления, они могут промыть приборы отопления. То есть там в летний период обычно мы просим жителей, чтобы они своевременно все проводили, своей частной собственности, общей долевой собственности, если это на их балансе. Так как далее, вот в летний период, когда мы будем подавать горячую воду, там придется просто уже тогда в доме прекращать подачу горячей воды, это спускать горячую воду со стояков. Ну, тепловых сетей, как бы у них немножечко другая ситуация, за них не могу сказать, но там связано с работами, с профилактическими, как и у них, так и в ТЭЦ. Понятно. Уважаемые телезрители, мы работаем в режиме прямой трансляции, вы также можете задать свой вопрос, позвонив нам в студию по номеру 0312 59 20 55, сегодня тема нашей передачи «Горячую воду в дома бешкекчан» начнут подавать с 6 июня. У нас в гостях заместитель начальника коммунального предприятия «Бешкек Теплоэнерго» Виктория Мозгачева. Получается так, что горячую воду отключают именно в мае месяце, да? Почему отключают именно в этот месяц? Эта методика выработана уже многие-многие годы, по-моему, десятки лет уже так идут. Один год как бы планировалось немножко перенести сроки, но там больше, как бы не с нашей стороны, а больше с стороны тепловых сетей, они просили оставить эти сроки именно в этот период. А вот почему именно май месяц? По плану работы. Видимо, им удобно определенные планы работы, чтобы они успели выполнить от объемов, потому что у них, я за них сейчас не могу сказать, но на наших рабочих совещаниях именно речь шла об объемах работы. Получается, наверное, удобнее работать именно, когда еще не жарко, да? Нет, там продолжительность работы была задействована именно по срокам. А сколько котельных обслуживает Бишкек Теплоэнерго? Наши препятствия довольно-таки крупные на уровне столицы. У нас 66 котельных, работающих на четырех видах топлива. Это газ, уголь, электроэнергия. И у нас есть, так называемые, на сегодняшний уже комбинированные котельные. Мы обеспечим, конечно, большую юго-западную часть города. Это район 10 микрорайона, село Артасай, микрорайоны Джалл, район Пешпека, Горбаница 4. И вот вниз города, это военный городок, Газгородок, вот такие районы. Спасибо. У нас есть первый телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела сказать, не вопрос, а вопрос, что хотела сказать. Вот сейчас горячую воду отключили, именно во время поста. Мусульманам очень тяжело сейчас, в данный момент. Алло. Да-да-да, мы вас слушаем. Как вам обращаться? Аида. Аида, да. Вот я хотела попросить, в следующем году, можно не во время поста отключать, а в такие дни. Хорошо. Хорошо. В принципе, в любом случае, при решении вопроса по включению горячей воды, я думаю, будет задаваться рабочая группа, и в это время можно будет озвучить данные проблемы, предложения, и уже это в рабочем порядке решить. Чтобы горожанам было более понятнее, получается, город Бишкек обслуживают коммунальное предприятие Бишкек Теплоэнерго и ОАО Бишкек Теплоэнерго. За какие услуги отвечает Бишкек Теплоэнерго, за какие услуги отвечает Бишкек Теплоэнерго? Можете подробнее об этом рассказать? Да, я могу пояснить. Услуги, в принципе, одни и те же, но разные зоны обслуживания, разные зоны действия. То есть там, где не доходят магистральные тепловые сети, ОАО Бишкек Теплоэнерго, где они не могут обеспечить потребителей качественное тепловое снабжение, либо вообще отсутствуют эти сети, там стоят, находятся наши котельные. Так же, как и мы, обеспечиваем население, прочих абонентов тепловой энергии, как на цели отопления, так и на цели горячего водоснабжения. Они занимаются техническим обслуживанием внутридомовых сетей, так же и мы занимаемся, но у каждого просто своя зона действия, зона обслуживания, свои абоненты. А зона охвата? У нас порядка 35% от Абишкек Теплоэнерго охватывает от населения города. А как по тарифам? Тарифы, они утверждены Государственным комитетом по регулированию топливно-энергетического ресурса при правительстве Крыгойской республики. Соответственно, они действуют на всей территории страны. И тарифы едины для бытовых абонентов. Для небытовых абонентов там идет разделение. То есть небытовые абоненты, они оплачивают по фактическим сложившим затратам, то есть по себестоимости. Там идет отличие. Для населения, проживающих в квартирах, тариф единый. Как на отопление, так и на горячую воду. То есть единый тариф, да, получается? Единый, да, получается. Скажите, пожалуйста, сколько потребителей пользуются услугами вашего предприятия? Количество абонентов именно? У нас 18 тысяч лицевых счетов. То есть это считается единый абонент, единая жилая площадь, в которой могут проживать 2-3 человека, 5 человек, 1 человек. Закончился отопительный сезон. Как он прошел? Как говорится, одна зима на вторую не похожа. Не возникало ли каких-нибудь аварийных ситуаций, курьезных моментов? Ежегодно наша основная задача состоит в том, чтобы подготовиться к отопительному сезону, чтобы максимум предусмотреть все нюансы, чтобы не было сюрпризов, как говорится, в самый разгар отопительного сезона. Я прошу прощения, я вас перебью. У нас есть телефонный звонок. После этого мы ответим на мой вопрос. Здравствуйте. Почему у нас? Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире? Я Александр, живу в нескольких раз на мне. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот у нас в утром встаешь, вода холодная. Минут 20 ждешь, пока поет хотя бы теплое. Почему? А можете назвать свой адрес? 11-й микро-район. 11-й. Вам нужно обратиться в Бишкек теплосеть. Вы не наш абонент, к сожалению. Так бы я вам объяснила. Все, извините, пожалуйста. Спасибо. При подготовке отопительного сезона идет интенсивная подготовка. Мы максимально ищем, где возможны там какие-то, чтобы неаварийные ситуации не случились, чтобы у нас топливо было в наличии, всегда в запасе. В принципе, мы начали отопительный сезон довольно-таки успешно. Отопительный сезон прошел на уровне, потому что аварийной ситуации не было как таковых, оборудование не выходило из строя. Если были какие-то небольшие аварийные ситуации, в частности тепловых сетей, мелких порывов, они не считаются авариями, так как это производственные процессы. В принципе, он устранялся в течение часа-двух, он приводилось все в порядок, дальше производилась подача тепловой энергии. То есть наши абоненты не чувствовали на себе недостаток, недопоставку тепловой энергии. Поэтому проблем, в принципе, таких крупных и жалоб особо не было в отопительный сезон. А вот немножко тоже расскажите о предприятии Бишкехтембоэнерго. Сколько человек работают? Как я уже сказала ранее, у нас очень крупное предприятие считается для уровня муниципалитета, для уровня города. Так как у нас 66 производственных котельных, это наши участки, наши котельные, мы обеспечиваем порядка 30% от жителей столицы отоплением, горячей водой. Кроме того, у нас есть школа, она была как потребители, детские сады, больницы, лица и училища, университеты. Наша штатная численность порядка, наши сотрудники в селе порядка 1000 человек в отопительный сезон. На сегодняшний день у нас сезонные работники уже не работают после завершения отопительного сезона. На сегодняшний день трудится порядка 700 человек. То есть это довольно-таки большое предприятие с большим коллективом, с большим объемом работы и производственными мощностями. А обычно объем работы когда начинает, скажем так, увеличиваться? Ну да, многие думают, что у нас сезонность работы такая присутствующая, но на самом деле ее нет как таковой. Потому что с наступлением лета мы начинаем активную подготовку к предстоящему отопительному сезону. То есть нам нужно полностью проверить состояние оборудования, нужно предоставить тепловые сети максимально, провести какие-то профилактические работы, где-то какие-то замены, реконструкции у нас проходят. При том, что наши специалисты должны решить, как это лучше сделать, продумать все это с учетом экологии, с учетом экономии, эффективности. С началом отопительного сезона нам нужно работать в полную меру уже на подаче тепловой энергии. Это своевременный развод топлива по котельным, где у нас угольная котельная. Наладка оборудования внутри зданий, потому что бывают проблемы, когда жители жалуются, школы могут пожаловаться, а проблема внутри помещения, то есть собственности самих жильцов. Мы тоже должны это устранить, помочь, потому что мы заинтересованы, чтобы наши абоненты получали качественную услугу, качественное отопление. В летний период, в принципе, также наши котельные не останавливаются, так как они работают на подачу горячей воды для наших абонентов. Но там просто работает уже меньший объем котельных, так как сезонно они стоят на профилактических работах и ожидают нового отопительного сезона. Расскажите о подготовке к предстоящему отопительному сезону 2019-2020 года. Также, как и каждый год, нашими специалистами разработан план работы. В первую очередь, это, конечно, наладка оборудования, это профилактические работы. Получается, вы уже сейчас, да, с этого периода начинаете? Да, мы начинаем. Вот в марте у нас завершился отопительный сезон, с 1 апреля мы приступили уже к началу работы. То есть это идет профилактика котельного оборудования, котлов, вспомогательного оборудования. На сегодняшний день идет активная замена тепловых сетей, вот уже порядка двух километров заменения тепловых сетей. Ведется активная работа по работах именно в подвалах и по общей долевой собственности с жильцами. То есть это проводится с собраниями жителей многоквартирных жилых домов, ТСЖ, СМТУ. Объясняется, если там какие-то проблемы в доме находятся, имеются, которые могут препятствовать качественному теплоснабжению, либо горячей воде, это объясняется жильцам, и уже потом проводятся работы, подготавливаются дома, подготавливается все оборудование, чтобы уже эксцессов никаких в отопительный период не возникало. Аварийной ситуации чтобы не было. Соответственно, объем работы всегда большой, потому что на каждой котельной необходимо провести эту профилактику, необходимо подготовить. С августа месяца мы начнем заготавливать топливо, это будет заполнение складов уже углем, на предстоящий отопительный сезон, согласно постановлению правительства, мы это делаем с 1 августа по графику, и до завершения отопительного сезона постоянный, планомерный завоз производится. На сегодняшний день ведется политика по уменьшению использования угля, и максимально на тех объектах, где мы можем использовать более чистые, экологичные виды топлива, мы уже планомерно переходим на данный вид топлива. На прошлой передаче, когда вы были, вы рассказывали о том, что 50% оборудования получается новое, а 50% старое идет, постепенная такая замена. Планируется ли в этом году заменить? Дело в том, что я говорила о том, что порядка 50 котельных, на них установлено новое современное котельное оборудование. Но есть те котельные, которые относительно новые сами по себе, относительно недавно построенные. То есть те котельные, которые нуждались в срочной замене, где были абсолютно устаревшие как физические, так и моральные оборудования с очень низким КПД, мы их уже заменили. Это порядка 50 котлов. У нас предприятия по котельным, они практически новые, которые с долгим сроком эксплуатации, которые могут очень много лет эксплуатироваться, использоваться, то есть приносить какую-то экономическую эффективность для предприятия. Но как бы работа наедальше продолжается. Если взять, к примеру, вот микрорайон Жал, у нас есть там крупная котельная ротор, ранее там мы использовали угольные котлы в помощь газовым котлам. То есть это было направлено, когда были проблемы с поставкой природного газа в республику, когда повышался очень сильно тариф на природный газ. И вот в свете тех событий мы были вынуждены установить данные котлы. Но хотя мы использовали современный метод очистки, там был использован скрупер, это метод очистки, который использует воду. То есть там практически уходящих газов практически не было, то есть до пара, до частиц, до следов, точнее сказать, оставалось и уходило в атмосферу. Но на сегодняшний день, так как это уже не актуально, эти данные котлы поставлены на консервацию, то есть они стоят, они в рабочем состоянии. На случай непредвиденной ситуации их можно будет использовать. Но дополнительно... Я прошу прощения, сейчас у нас телефонный звонок оказывается, а мы примем. После чего вы ответите. Здравствуйте. Вот. Ну давайте тогда вы меня переключите, да, я сейчас подключу. Да, здравствуйте, вы меня услышали, да? Здравствуйте, вы в эфире можете задать свой вопрос. Скажите, пожалуйста, мы в центре... Ага. Можно, да? Да-да-да, можно. Мы живем в центре города и в девятиэтажном доме, двухподъездный дом. Да, мы вас слушаем. В одном подъезде двадцать семь квартир. В одном подъезде двадцать семь квартир. Угу. И в этом подъезде двадцать квартир не оплатили за горячую воду. Вас как звать? И нам грозят, они подключить ее вовремя. Это так? Назовите, пожалуйста, свой адрес. Улица, улица, улица Московская, улица Московская. Я прошу прощения, но данный абонент также относится к Бишкин-Сентиловым сетям. И насколько их политика первоочередности подключения абонентов горячей воды, как бы мы не влияем, и мы не знаем, как они будут подключать. Поэтому корректно я не смогу вам ответить, к сожалению. Спасибо, уважаемый телезритель, за ваш вопрос. Я напомню вам, уважаемые телезрители, что у нас в гостях заместитель начальника коммунального предприятия «Бишкер Теплоэнерго» Виктория Мозгачева. Вы можете продолжить? Да, и вот к началу отопительного сезона нам удалось запустить два новых газовых котла. То есть это уже тоже довольно-таки современные газовые котлы. И они успешно отработали этот отопительный сезон. И что это дает в первую очередь? Конечно, газ немного дороже, чем другие виды топлива, но это экологически чистое топливо. То есть там до минимума снижены вредные выбросы в атмосферу. Отсутствуют тут... Многие жильцы жаловались, так как мы вынуждены были хранить уголь на территории котельных. Хотя и было организовано по всем стандартам хранения угля. То есть это навес закрытый, подача закрытая, чтобы люди не чувствовали дискомфорт. Но все равно определенные недовольства со стороны жильцов поступали. И вот на сегодняшний день удалось добиться того, что этого недовольств нет, жалоб нет. В том плане, что там используется только уголь, только газ, извините. И вот на сегодняшний день данная котельная работает. Кроме того, завершается, именно в этой котельной завершается проект по установке солнечных коллекторов. То есть если ранее у нас были два проекта, таких пробных, пилотных проектов, можно сказать, они как бы не только на территории столицы, но и на территории всей республики в таком объеме, в таком масштабе. Это был первый проект. Они остаются первыми проектами на территории нашей котельной в рабочем городке и на территории котельной в селе Артасай. То на сегодняшний день в котельный ротор устанавливаются солнечные коллекторы площадью 1000 квадратных метров. То есть это дополнительно позволит нам сократить расход топлива, так как это будет уже подогретая вода поступать в котельное оборудование. Это экологическое чистое производство тепловой энергии. И вот именно в летний период, когда можно максимально использовать энергию на нужды именно наших абонентов, это будет производиться уже в этот летний период, в этот межсотопительный период. Солнечные коллекторы, они как бы себя очень хорошо показали, очень хорошо зарекомендовали, в том плане, что это влияет на снижение затратной части, на снижение себестоимости, тепловой энергии. Это влияет на снижение количества вредных выбросов в атмосферу. Оно не требует дополнительных больших затрат на содержание, на эксплуатацию. То есть нам нет необходимости нанимать большой штат специалистов для того, чтобы обслуживать. Довольно-таки там дежурные люди просто присматривают, те же, которые работают в котельной, заработают оборудование. Это очень современные технологии, довольно-таки необходимые, которые используют на сегодняшний день. Потому что технологии не стоят на месте, и любое предприятие, оно должно развиваться, должно использовать новые технологии, которые экономически выгодны, которые экологически целесообразны. Именно как в целом для столицы, для республики, так и для предприятий индивидуально. Потому что основная задача предприятия – это не только обеспечить качеством горячей воды, качеством отопления, но и максимально снизить затратную часть на выработку этой тепловой энергии. Максимально стараться улучшать экологическую составляющую, то есть вносить свой вклад именно в очищение атмосферного воздуха. Сколько сейчас солнечных коллекторов? На сегодняшний день у нас завершается третий проект. Первый проект был у нас, как я уже сказала, на территории котельной Гагарина. Второй проект в селе Артаса и третий. Они у нас в один год были выполнены. В прошлом году они у нас уже все лето работали. То есть они себя зарекомендовали, доказали свою эффективность. И вот на сегодняшний день завершается уже в котельный ротор. Это самый большой проект, который будет из всех существующих трех проектов наших. Насколько нам известно, до сегодняшнего дня пока аналогии мы еще не видели. Действительно, к нам больше обращаются, чтобы поинтересоваться, как это работает, для чего это работает, как лучше это устанавливать. А предприятие «Бишкептеплоэнерго» оправдывает свои расходы? И есть ли денежные средства для того, чтобы на вот такие проекты выделять? На сегодняшний день тарифы на тепловую энергию для населения, они ниже себестоимости практически в три раза. Так как возникает дефицит средств, нас субсидирует мэрия города «Бишкепт», так как мэрия является учредителем, нас субсидирует мэрия. В основном средства, которые направляются на установку солнечных коллекторов, нам помогают как мэрия, так и фонды охраны окружающей среды. То есть в 2017-2018 году ими были на условиях софинансированы, выделены определенные суммы, которые мы направили именно на улучшение экологической обстановки в столице. В основном, конечно, у нас формируется фонд, так как мы еще хозрасчетное предприятие. И вот эти все средства, которые возникают при поддержке мэрии, мы уже направляем на реконструкцию, на улучшение. В прошлом году были выделены средства мэрии города для приобретения спецтехники. Это тоже немаловажно значит, потому что при любой работе, когда предприятие работает, чтобы не нанимать со стороны технику, это влияет на удорожание проекта любого, на удорожание любой работы. Если имеется в наличии своя спецтехника, это и упрощает работу, ускоряет процесс и не позволяет повысить стоимость этой работы. Вообще, какие проблемы возникают при подаче тепловой энергии? В основном, конечно, с абонентами возникают проблемы. Если в части абонентов, то мы всегда говорим по поводу нарушений, по поводу выносов приборов отопления. То есть, когда сами жильцы отходят от проектных решений. То есть, если проектируется дом с определенной системой разводки отопления, с определенной системой установки отопительных приборов, оно должно так сохраняться, потому что при этом есть баланс. Для того, чтобы каждый абонент смог получить свой качественный продукт. Но на сегодняшний день, в связи с тем, что очень многие квартиры начинают расширение за счет лоджии, за счет балконов, начинается вынос приборов. Это идет нарушение циркуляции по системе. Это могут быть неправильные загибы труб, изгибы. Это может быть вообще затор приборов отопления. И просто если этот абонент, который даже допустил нарушение, он может получить свою тепловую энергию, за ним следующий абонент может просто не получать тепловую энергию. Это очень большая проблема, потому что следующий житель начинает жаловаться, что у меня недопоставка идет. Создают сами жители. И проблема заключается в том, что мы пытались через суд заставить людей восстановить проектные решения, но, как суд сказал, мы не являемся пострадавшей стороной. Поэтому для жильцов, если кто-то страдает от таких проблем, если ваш сосед вынес на балкон батарею, то жилец как пострадавшей стороной может подать насососеда в суд и заставить его вернуть все в прежний режим, в прежнее русло. Кроме того, часто ли возникают такие подобные ситуации? Очень много нарушений, именно по выносу их очень много. Но всегда, в принципе, мы пытаемся людям объяснить, потому что страдает все-таки и он сам, сам абонент страдает в первую очередь от этого. Очень много возвращает на место. Бывают случаи, когда просто отопительный прибор, люди в целях придания какой-то красоты, эстетического вида в квартире просто закрывают декорациями, какими-то декоративными заслонками. Соответственно, выход тепловой энергии нет, то есть тепло не может выйти, горячий воздух. Конечно, тепло остается там за заслонкой, и в квартиру оно не попадает. Вот такие вопросы возникают. Очень часто... И жалуются, да. Бывают такие моменты, что мы всегда говорим, что люди должны помнить, что то, что находится в квартире, это их частная собственность. То есть прибор отопления – это их частная собственность. Они имеют свойство засоряться, они имеют свойство накапливаться там, что-то, то, что мешает потом пройти дальше отопление. Поэтому необходимо делать профилактику, необходимо промывать. У нас были случаи, когда были жалобы. Мы для эксперимента потом уже просто вырезали кусочки, показывают, да, действительно, вот видите, у вас вот забитая система отопления именно в квартире. Ее нужно чистить, вы несете персональную ответственность за это. А как часто необходимо делать такие профилактики? Ну, в принципе, это можно даже вызвать наших специалистов, которые занимаются. Они могут просто посмотреть даже по состоянию и посоветовать, нужно промывать или не нужно промывать батареи. Это, в частности, можно индивидуально посмотреть. Очень часто бывают проблемы по перетокам. То есть, вот сейчас, между тем, многие поют с водомерами. Когда мы подадим горячую воду, очень большая просьба отключить водомеры. Но отключить водомер, это не значит, что просто вытащить из розетки и все. Обязательно нужно перекрыть все краны. Потому что идет переток системы, идет смешение, и в систему горячего водоснабжения попадает холодная вода. Этот же эффект может вызвать и неисправный смеситель. Бывают такие проблемы. Но у нас идет химоочищенная вода. То есть, мы ее очищаем для того, чтобы не закипали батареи, не закипали трубы. Соответственно, вот эта холодная вода, она засоряет нашу воду и, опять же, приводит к плохим последствиям. Но в квартирах портятся трубы батареи. Спасибо. На линии ожидает еще один горожанин. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Я житель Гуана Бешек, живу по улице Турусбекова. Угу. Ваш вопрос? И вот у нас, когда заканчивается отопительный сезон, в крайне бежит не горячая вода, а просто прохладная вода. Над этим вопросом работаете? Угу. Спасибо. Это также является абонентом Пешкек-теплосеть, поэтому нужно обратиться к ним за разъяснение. Но все-таки, как вы можете... Ну, там, может быть, много проблем. Там у них немножечко другая система работы. То есть, если мы индивидуально, там на котельной занимается выработка тепловой энергии, у нас локальные тепловые сети к котельным. Насколько я слышала, на собраниях, да, бывает у них трубопроводы тупиковые, где нет циркуляции, там проблемы какие-то возникают. Это было еще с советских времен. Как оно пошло, так оно и осталось. Поэтому я не могу сказать точно, какая там причина, так как я просто не владею ситуацией данного предприятия информацией, чтобы не вводить в заблуждение. Проблемы, которые вы озвучили, да, возникающие в основном оказывается с жителями, с потребителями. Какие еще существуют проблемы? Ну, знаете, если вот изучать хронологию развития вообще существования нашего предприятия, мы проводили такую определенную аналитику, что было раньше, что сейчас, вот какие жалобы возникают в целях недопущения их в последующем, какую работу мы проводим, какую желание, лучше проводить. И вот буквально, если взять период 13 лет назад, 11 лет назад, у нас были очень большие проблемы с топливом. У нас были большие проблемы с отключением природного газа в котельной. То есть в летний период нам отключали газ по причинам кредиторской задолженности, нам отключали электроэнергию. Электроэнергию, если отключать, то вся котельная останавливается, потому что не работает оборудование абсолютно никакое. Как бы были такие у нас проблемные вопросы. Я думаю, все-таки, в первую очередь, при правильной политике руководителя, при правильно выстроенной менеджменте, при поддержке учредителя, то есть мэрии города Бишкек, вот на сегодняшний день у нас директором является Абдулдаев Олимбек Анарбекович. Вот за последние годы удалось добиться того, что полностью отсутствует кредиторская задолженность. То есть вот последние 8 лет у нас нет таких проблем с отключением топлива, с сокращением подачи в котельные. У нас нет проблем с отсутствием угля в котельных. У нас нет проблем с отключением электроэнергии, по задолженности, по налогам. Наши сотрудники получают заработную плату вовремя. Хотя раньше это могли быть задержки по 2-3 месяца. На сегодняшний день налажена правильная политика, система в комплексе, когда работает предприятие, работает мэрия города, при поддержке мэрии города. И вот в общем она позволяет добиться тех результатов, что предприятие развивается, предприятие использует современные технологии. То есть это не как было раньше по старинке, вот отремонтировали то, что есть, и вот будем как-то работать дальше. Нет, на сегодняшний день ведется именно активная работа по использованию современной технологии, то есть чтобы быть в ногу со временем, чтобы быть образцом для других объектов, чтобы было можно что-то показать, чтобы была возможность не увеличивать расходы, а как-то сокращать их, чтобы пытаться снизить затратную часть в целях снижения себестоимости тепловой энергии, потому что это напрямую отражается на нашем бюджете, это отражается на финансировании мэрии, то есть чтобы облегчить именно по статье субсидии, чтобы уменьшить эту сумму, как-то снизить затратную часть, чтобы использовать современное оборудование, потому что как бы на сегодняшний день очень много разработок, и в теплоэнергетике очень много разработок. И не всегда получается использовать то, что хочется в силу каких-то финансовых определенных обстоятельств, либо даже физически, потому что не все у нас есть еще в стране на сегодняшний день, но нужно к этому стремиться, нужно развиваться и внедрять. В принципе, получается. Да, это на сегодняшний день получается. Вот на сегодняшний день действительно, как бы у нас очень много объектов, где мы действительно первыми были. Это были, мы были первыми по установке вот именно скруберов по системам очистки, вот уходящих газов, как бы тоже приходили, смотрели, это было интересно, это было необычно. Мы первые использовали каскадные котлы, это тоже как бы это опыт, из которого мы можем уже сказать, нужно ли это городу, или это не нужно городу, потому что, когда изучается литература, там все расписывается, можно сказать, однобоко. Реальных, реальные критики там очень редко встретишь, потому что каждый изготавливает, тот, кто изготавливает, он хочет похвалить свое оборудование, что это действительно выгодно, что это хорошо, но нужно учитывать еще и, как бы, район использования. Допустим, то, что в Европе могут использовать, не все мы можем использовать у себя, потому что у нас какие-то параметры, какие-то критерии отличаются именно в техническом плане, в технической части. И когда мы уже используем на практике, мы уже можем делать какие-то выводы, мы можем дать рекомендации, что да, это хорошо используется, это экономически выгодно, это целесообразно, это экологически эффективно, либо нежелательно использовать в дальнейшем такие вот продукты. Спасибо. На линии ожидает еще один телезритель. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Да, 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 здравствуйте. Здравствуйте. Это также абонент тепловых сетей, это не наш абонент, но я могу посоветовать. В мэрии города разработано приложение «Бишкек-312», и там есть раздел «Теплоснабжение». То есть если вы считаете, что на ваши жалобы не совсем хорошо реагируют, или вообще не реагируют, вы можете туда обратиться. Там есть администраторы от каждой энергокомпании, вот как от нас есть, есть от «Бишкек-тепловых сетей», но там контролируется колл-центром мэрии, и, соответственно, как бы в любом случае вы получите соответствующий ответ. Если вы считаете, что там не совсем корректно отреагировали, либо вообще никак не отреагировали на жалобы. Спасибо. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Можно задавать. Добрый вечер. Вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот адрес Манхилова, 12. Там как раз расположена котельная по 102. Можно спросить вас? Счета, получается, по оплате за горячие воды отопления приходят от «Теплокоммунэнерго», а ремонтные работы ведутся в «Теплоснабжение». Почему так? У нас есть две котельные, находящиеся в Кростовом районе. Это 10-й район, 20. Дело в том, что подсвяженность тепловых сетей там довольно-таки продолжительна, и, соответственно, там теплоноситель уже не такой необходимой температуры, который должен быть. И данную тепловую энергию пропускают через наши котельные с учетом подогрева. Соответственно, абоненты уже относятся к нашей котельной, на нашем балансе находятся, и мы занимаемся их обслуживанием. Но тепловые сети остались на балансе «Бишкек-теплосеть», то есть подающие тепловую энергию, они на их балансе. Соответственно, у нас там разграничение идет обязанности в части работы с абонентами и в части подготовки тепловых сетей. Поэтому и такие счета, да? Да, счета одинаковые, абсолютно. Просто здесь вопрос, почему мы счета приносим мы, а ремонт тепловых сетей производит «Бишкек-теплосеть». Так как тепловые сети на их балансе находятся, подающие трубопроводы и обратные. А на нашем балансе идут абоненты, так как они относятся к нашей котельной. Мы занимаемся подогревом той воды, которая поступает от «Бишкек-теплосеть» и уже до поставки к нашим абонентам. Горячую воду в дома бишкекчан начнут подавать с 6 июня. Такая тема. Сегодняшние наши передачи у нас в гостях заместитель начальника коммунального предприятия «Бишкек-теплоэнерго» Виктория Мозгачева. И у меня к вам такой вопрос. Вы, получается, рассказали, что уделяется экологии внимания, потому что все-таки это такая тепловая энергия вырабатывается. Помимо тех мер, которые вы озвучили, вы используете солнечные корректоры, что еще предпринимается, какие меры еще предпринимаются для улучшения экологии города Бишкек? В любом случае, для улучшения экологии в столице нам необходимо все-таки принимать меры с нашим оборудованием. Это улучшать качество нашего оборудования, то есть обновление идет оборудования, с повышением коэффициентов полезного действия, улучшение очистных сооружений. У нас ежегодно проводится такая работа, она не стоит на месте. Использование предизолированных трубопроводов, это также способствует сокращению потерь тепловой энергии. Продолжать находить новые технологии, изучать, и постепенно, я думаю, мы будем внедрять их в наше производство. Ну и ваши контактные данные и график приема абонентов? Ну на сегодняшний день, мы живем в цифровизации нашей страны, в целях удовольствия наших абонентов, у нас есть аккаунты в Facebook, у нас есть аккаунты в Instagram, поэтому там мы также освещаем нашу работу, но кроме этого, любой абонент может обратиться к нам на нашей страничке официальной, обратиться с какой-то проблемой, с каким-то вопросом, на который мы можем отреагировать. Также мы можем, как я уже говорила, программу Бишкек 312, приложение, разработанное мэри города, также в разделе теплоснабжения. Кроме того, у нас есть всегда дежурные телефоны 0500-28-7070. На этом номере существует WhatsApp, на этом номере есть Телеграм, то есть можно в письменном виде или голосовым сообщением отправить, можно позвонить. Это дежурный номер есть, производительный технический отдел 49-00-86, это городской номер. Я думаю, это пятный сезон, у нас работает диспетчерская служба, но к этой пятный сезону мы идуем, гасим туда поближе. В принципе, у нас еженедельно проводится встреча с гражданами, прием граждан. По четвергам у нас принимает директор предприятий с двух до четырех Абдулдаев Алимбек Анарбекович. Я принимаю по средам с двух до четырех абонентов, и главный инженер принимает по вторникам с двух до четырех Байгара и Баймбет Нуральевич. Ваши планы? Наши планы, это, конечно, в первую очередь, обеспечение качеством, качественным телоснабжением, качественной горячей водой наших абонентов. Это самое первоочередное. Но при этом не упускать из виду то, что мы должны снижать нашу себестоимость, снижение наших расходов, использование новых технологий, внедрение новых технологий, улучшать экологическую обстановку в столице, использовать по максимуму экологически эффективное оборудование, то есть заниматься развитием нашего предприятия в дальнейшем, не останавливаться на достигнутом, не снижать наших показателей, которые мы добились на сегодняшний день. Ну что ж, спасибо вам, Виктория, за то, что пришли, ответили на наши вопросы. Уважаемые телезрители, я с вами не прощаюсь. Увидимся также в среду в 21.20 на передаче «Акцент. Город». С вами была Чулпон Медедбекова. До новых встреч!